всем привет давно мы с вами не встречались в этом году в первый раз и вот я думаю что мы давно просто не общались и вместе не смотрели какое-то видео сейчас вот у нас есть такое видео нам в жене ботаник до возможность посмотреть на 5 на и зворы это нас михаил грудьев где он выступает уже на боевых ботаниках давайте посмотрим не просто даже интересно что он еще мог мог но оба на припы на придумывать под занавес уходящего года мы решили вас порадовать интересным выпуском сегодня у нас разбор системы и сбор это русский стиль русский рукопашный бой и я представляю вам нашего главного сегодняшнего героя это михаил грудьев миша приветствую здравствуйте формат у нас обзор системы и заодно проверка сегодня у нас есть два эксперта два уже знакомых вам героя это егор чудиновский и андрей вершинин крафт мага и спецназ айкидо рукопашный бой и все остальное соответственно наши эксперты будут вместе со мной задавать вопросы что-то уточнять если будет непонятно наверное попросят что-то продемонстрировать на них ну и конечно все завершится кровавой бойней михаил у меня к вам сразу первый вопрос вот по системе и звор почему вы назвали всю систему именем болгарского села мы хотели открыть школу русского рукопашного боя но не могли назвать именно русский рукопашный бой потому что алексей алексеевич кадочников уже называется русским рукопашным боем это его бренд мы не имели права так называться а почему и звор ну потому что это на самом деле старо славянское слово вращает это источник родник ручеек на самом деле именно по этой причине я начал смотреть это видео я его включил дошел до этого момента я прекрасно помню что михаил грудьев в одном из видео объясняет почему его и звор называется и звором потому что типа должен быть изворотливым но он вдруг внезапно нашел новое объяснение название сбор что это якобы ручеек ну так вот по-настоящему это слово никакое не старо славя не старо русская не старо славянская и даже не дальше он упоминает южных славян это не так то есть по-настоящему это боснийское слово и скорее всего относится она бы боснице и все остальные относится именно группе сейчас скажу и или гурицы по моему как-то так называется и это слово и скорее всего относится именно к группе или гурийских языков почему потому что единственное место где применяется слово и звор как источник не ручей не вода именно как источник это у нас практически там где распространены были и лирийские языки это юг австрии запад венгрии словения хорватия босния герцоговина черногория сербия албания балканы то есть по сути дела весь юг юг до зацепила немножечко болгарию действительно болгарское село и звор и сборе но вот но точно такое же слово присутствует опять же из тех же языков скорее всего в молдавском считается молдавским словом в румынском языке ну вот но соответственно как бы во многих языках там по италии по северу италии вот пожалуйста и звор слова является молдавским молдаване вы считает вообще своим так что она даже не славянская то есть принципе получается что михаил грудев придумал название которое дадон как от тебя воняет луи ай по-моему это начало прекрасные дружбы дальше пойдут объяснения как раз поэтому подумал что было бы неплохо его все-таки вместе посмотреть неважно что он покажет принципе я ничего нового не ожидаю кроме того что уже видел но тут были не будут интересные моменты и дальше он уже начнет объяснять почему он пытается притянуть слова из вор которая по-настоящему является не ручьем а именно источником да потому что источник и ручей это совершенно разные вещи да если первому можно притянуть ну к ручью можно еще притянуть понятие вода дай течение так далее то источник не течет то есть он оттуда происходит все то есть по логике из вор вот тогда бы если бы ты было бы это слово из вор да румынско-молдавской и урийской да это был бы источник всех боевых искусств то есть принципе браво михаил грудьев идея неплохая так называется и притянуть это слово за уши почему символично ну ручеек это вроде бы слабенькая субстанция такая которая течет преодолевает преграды причем почти любые преграды многие принципы мы связаны с водой как свое время это делал брюсли вот ты наливаешь воду в чашку она становится чашкой наливаешь воду бутылку она становится бутылкой наливаешь воду в чайник она становится чайником те кто верит налетай те кто жадный убегай отделяем мух от котлет а тех кто мне верит от тех кто нет для вас свеженький товарчик а для нас солидный наварчик но знаете вот есть такой человек крючков да со стрелы вот когда он не начал подводить под свою как бы под свои идеи философию да вроде выглядит как бы нормальным человеком и в принципе если бы михаил груди бы не начал подводить то чего ему не свойственно философия до которой нет который у него нет который он не обучался с которой у него очень плохо да то наверное выглядело бы ты это не так странно а упоминая того же брюса ли опять же мы притягиваем его за уши то и вот будь водой друг мать то есть ну то есть надо быть как вода для нас это очень важно вы искали про брюс ли я знаю что вы сами занимались ушу санта санта выступали почему вы сказали что изначально хотели на за систему русский рукопашный бой зачем что-то новое свою систему опять вот называть вот этим словом сейчас попробую рассказать двух словам я сам занимался ушел мне очень нравится сама по себе в принципе евгений здесь не дозвучил на вопрос который в принципе достаточно явно прослыть прослеживается мне кажется почему занимаясь ушу санта спортивной модификации такой картообразной до уши вы вдруг основываете свой русский рукопашный бой то есть как бы как это вяжется я сам занимался ушел но дело в том что выступая на соревнованиях по санта выступая таких дисциплины как таулу и все остальное я просто не совсем понимал как это может можно применить в драке на улице или там в бытовых условиях даже не знаю что и сказать ну вот по сути дела в принципе действительно как бы с одной стороны спорт действительно он как бы он заточен под спорта и людям не дается понимание на другой стороны понимание какого-то удара и всего остального увидите в него ничего другого и нет то есть опять же те же самые движения те же ударные движения ну как бы поэтому мне несколько странную что изменилось то я понимаю что в общем то эта встреча действительно с казачником какой-то системой казачникова так отразилось на потому что они там все время объясняют что это типа не спорт почему почему мы делаем и такие вы загадочные потому что это не спорт потому что это типа реалии понимаете реальные боевые боевые навыки в реальной жизни я думаю что это идет от объяснений казачникова чистом виде потому что драка когда где-то наступает она очень стихийно летят стулья табуретки тарелки бывает выстрелят или еще торгнут где-нибудь решил пойти по духовному пути решил пойти по духовному пути стал молиться стал молиться стал просить чтобы мне бог дал какие-то определенные принципы которые могли действительно помочь в жизни потому что ну в драке бьют по морде для того чтобы побыстрее боженька купивай всех людей стал молиться для того чтобы он ему дал принципы для того чтобы он дрался в драке то есть я не знаю что здесь не так то есть мне наверно кажется что не так именно то что в общем то речь идет о христианстве который в принципе своем не поощряет такого рода вообще деятельность то же время сейчас оказывается что христианство оказывает чуть ли не воинственной религии ну в общем то что в общем то не исключено да учитывая крестовые походы и так далее но вот но и верить в такого бога который именно тебе тост какие-то секретные техники это немножечко мне кажется уже из области сказок отделаться от тебя чтобы тебя быстрее вырубить еще остальное ну когда я первый раз увидел систему кадочникова ну конечно не там что-то поступало что это может здесь у меня разрыв логического стали молиться чтобы бог дал принципы и в итоге вы увидели систему кадочников можно примерно так я сначала еще увидел очень серьезных людей в городе тверь впервые увидел я такую работу может быть это не система кадочникова но это очень было близко к тому и увидел ее на скорость городе тверь это по моему старов я может быть ошибаюсь но по моему краска мы когда разбирали старого и он там выступал что вот мы в тверь привезли кадочникова могу ошибаться доброе утро алексей алексеевич доброе утро вадим у нас еще один гость вадим старов по директор центра рукопашного боя нет не ошибаюсь стали появляться люди какие-то и по крупицу мы там что-то начинали собирать все что на наш взгляд ненужным это естественно сразу же безоговорочно отметали классика жанра любая новая система это все говорят на взяли лучше отбросили все не только тогда ведь существует на самом деле не только ушу сань да и не только система кадочников а есть там десятки видов боевых искусств зачем создавать что-то новое неужели всего существующего ничего вас не устраивал ведь есть почему прикладные направления почему это показало что система но вот эти не система кадочников я сейчас просто могу и просить про кадочников не почему показалось что в моем возрасте при моем объеме знаний куда-то ехать учиться это ниже своего достоинства сейчас послушаем нормальные объяснения то есть это я просто перевожу но думаю что скорее всего приблизительно это так то есть когда люди уже преподают что-то да им уже очень трудно отчет отказаться поехать обучаться развиваться просто расскажу делается что неправильно назвать систему кадочников когда человек алексея лисеевич также как я и так же как и другие там кто-то представляет русские боевые системы мы пользуемся принципами эти принципы хорошо дополняет они друг от друга радрается являя собой собственно саму систему по-малвер берта как это мы пользуемся принципами эти принципы рождаются со заходит свою систему каким принципами 原に cuid virgin принцами ли чем или чужими принципами но по сути дела всем а казачького используют чужие принципы то есть вся система казачников построена в чистом виде на техниках блины те же самые рычаги да это айкидзюцу ну айкидо понятно хапкидо да то есть айкидзюцу ну но только понятно что возможно еще вариант там таизэсуани да какого-то багуа применение техник цена и прочее но вот то что он возможно там то есть это мы все уже проходили да мы все рассматривали когда в казачника и вот сейчас он рассказать каких-то принципах ну вот какие он может еще принципы привнести то есть эти принципы они были испокон веков покуда люди воевали принципы были испокон веков куда люди воевали странно что в карате в итоге шатакан этих принципов нет да вот в айкидзюцу есть а в шатакане нет или там не знаю допустим такионе ну хорошо ладно в такионе может быть есть эти принципы похожие да но только относят отношение всего тела до как-то кусочками но опять же мы же говорим это не связано не с тем что люди всю жизнь воевали его во многих разных местах возникали одинаковые техники нет именно речь идет о том что все идет из одного места скорее всего то есть допустим был шаолинь да шаолинь отпочковалось еще много разных школ и те школы которые похожи чаще всего они происходят друг из друга до перенося вот эти принципы как раз они важны но вот откуда берет их карточников карточков тоже прет прет их допустим языки дзюцу языки до скорее всего где он их видит поэтому они немножко странноватый плюс добавок он не обучался он не понимает как они работают он под них подводит свою собственную теорию чтобы они работали чтобы эти действия работали ему приходится сочинять свою базу поскольку у него нет базы ну вот а грудьев рассказывает о том что он там взял там же где карточников и он считает что карточников это взял там где люди дрались то есть поэтому берет это из себя как по упрощая саму теорию если карточников знает откуда он берет возможно карточников изучал эти фильмы для служебного пользования тех времен мы уже много раз говорили о том что для карточников была то есть карточников не и какой-то маргинал в этом плане да именно человек который искал варианты потому что и ну практически где они могли тогда это получить информацию у друзей вьетнамцев на кубе поэтому все время связь была с людьми да с кубинцами с теми же сами работали непонятно почему сср никогда не посылала специалистов для обучения в ту же японию в ту в тот же китай хотя с китаем у них были определенные разногласия но все равно это были два коммунистических режима и могли как-то договориться в корею в северную хотя северная корея всего уничтожила себя но что-то же осталось тот же тоже что взяли допустим немцы гд ровский куксуль до да кто значит делать что-то неправильно те погибали все остальное все что нужно все оставалось делали что-то неправильно и все погибали а те кто выжил это помните эта ошибка выжившего есть такое понятие ошибка выжившего да то есть когда считается что рассказывает свой опыт передает тот кто выжил да но вышел он допустим случайно ну ты как бы вот ошибка выжившего как раз именно в том что вы берете это как бы за основу да и совершать ту же самую ошибку ну вам в этот раз не везет но вот вы видите что и принципы существовали испокон веков в частности говоря русском рукопашном бою в то время как очень широко вспомнено мнение что никакого русского стиля боевых искусств не существует и не конченствовало хотя бы потому что нету никакой школы никогда не было школ не методик я за же действительно у вас же эта система новодел евгений большое спасибо что задаетесь такие вопросы потому что принципе было бы действительно интересно поздавать такие вопросы людям которые откровенно вот пытаются какую-то фейковую историю фейковую теорию подвести под но вот эти вот свои новоделы да и очень хочется услышать прямой ответ зачем вы тогда цепляетесь вот за эти названия я не цепляюсь нет я пошла бы выжжение эти сведения эти принципы не наберите откуда-то русских князей достали я как бы современный человек естественно я не могу с точностью утверждать что там было и что и было ли вообще эти богу стать все утверждает что он был и было ли вообще зачем вообще утверждать но если если у тебя действительно нет никакой никаких источников никаких фактов о том что ты взял эту технику где тот не знаю там вы кто такие я вас не звал идите нахуй карточников например он там сказал что у него кто-то там его обучал дедушка там но в итоге выясняется что это вроде как было работа шашкой да что возможно я более чем уверен что было и у донских казаков да определенная техника работы с шашкой и также джигитов когда езда на коне то есть это все присутствовало во многих направлениях том числе и восточных да если даже вводили свои как бы так скажем воинскую науку до обучение то есть были забыли обученные наездники до тоже кавказ вспоминаем на ту же самую группу джигитовский джигитовки да этот был конный цирк то по моему хатарбек кантемирова как раз того самого кто играл фильме не бойся с тобой тоже по моему конный каскадер если не ошибаюсь то есть как бы это все было но это все немножечко как бы то есть ну мне кажется все таки надо различать да одно дело метать ножи до скакать на конях стрелять из лука да другое дело все-таки рукопашный бой в том числе и с применением оружия но низко иное да но вот и все-таки когда мы здесь просматриваем да здесь должны быть какие-то источники если ты говоришь что это он русский не знаю там китайский то должен быть русским или китайским то есть ну как-то должен быть завязан да ты можешь конечно сказать что это моя школа школа михаила грудева до боевых искусств михаил грудева да я не знаю там был в боевого единоборства какого-то боевых техник так скажем и не знаю как это назвать то что очень тяжело тоже бы не боевых искусств грудь не преподает боевые искусства то есть он преподает рукопашный бой хорошо школа рукопашного боя михаил грудь ведь нормально звучит принципе то или там а ленький цветочек да без разницы то есть ну не говори ты что туда закладываешь русские какие-то направления то есть если русские направления ну это как бы надо хоть как-то доказывает как-то это дело все соединять не потому что ты русский допустим да и вы твой стиль русский ну вот мое такое мнение потому что я там не был я там не жил да но то что я узнал то что есть существует определенный принцип о которых мне сказали на русском языке они на китайском и по-русски понял и на себя взял и я знаю что это у меня пригождается поэтому я это называю русскому потому что я по-русски это объясняет японский счет например или еще что-то я просто нормально объясняем и на тренировках мы тренируемся то есть не тренироваться больше желаю мне кажется здесь есть некое лукавство потому что одна страна вы будете что да конечно я понимаю что я современный человек скажу по секрету в америке когда преподают тэквондо считают по-английски ама обчаги моей гири да это фронткик йога гири и обчаги да это сайдкик так что там в америке получается американский стиль только это тэквондо ну вот тут как это вообще вяжется и никакой отсылки там в древним свиткам на берестине другой стороны вы называете мне кажется это все таки но такая некая конъюнктура потому что в определенное время определенной группе людей ну очень заходят всякие вот эти вот названия русский я могу сказать так вот здесь стоит перед нами да я забыл как зовут этого парня чудинов егор чудин вот представитель крафт-мага да почему крафт-мага израильское направление да чистый вариант да потому что в ней есть то чего нет вдруг во всех других стилях то есть это не какая-то уворованная техника там техники вообще практически нет они вообще взяли за за идею всего стилей вообще что то другое как бы поведенческая основа да как как обучаться то есть техника может быть любая то есть она может быть из жил-жицу она может быть из бокса из каратэ и чего угодно да но вот но основная идея поэтому это получается израильской да потому что ничего другого нет похожего нет то есть это неуворованная какая-то техника да если бы они притащили бы туда какую-то уворованную технику да ну вот и значили бы говорить вот у нас израильская техника как вот например делает наш абир который да помните то есть он говорит о том что он дают израильскую технику вернее еврейскую технику древнюю какую-то а по-настоящему это куксулеон чистом виде южнокорейский корейский так скажем ну вот вот это как бы уже опять то же самое лукавство получается